Приветствую всех, кому не безразличны вопросы недвижимости и домашнего комфорта. Это программа «Идеальный проект», я ее ведущий Максим Ларин. И сегодняшний выпуск мы посвятим проблемам людей, которые на первый взгляд вроде бы имеют решение, на деле же все неоднозначно. Почти 15 лет жители одного из домов по улице Касимовское шоссе пытаются добиться от городских властей, чтобы те исправили строительный брак. В квартирах проживать потенциально опасно. Есть риск задохнуться угарным газом. Моя коллега Елена Макарова подготовила материалы квартире, в которой поутру можно просто не проснуться. Перед входом в дом не приглашение, а инструктаж. Хозяйка квартиры на пятом этаже Елена Сергеевна перечисляет в съемочной группе симптомы отравления угарным газом и способы его нейтрализации. Брать на абордаж собственное жилище, захваченное продуктами горения газа, ей приходится ежедневно. Флаг корабля противника – это металлическая труба. Назначение ее непонятно. Газовая колонка не работает. 17 лет. В 1982 году мама отравилась угарным газом. После этого стали выяснять причину отравления. Выяснилось, что был бракованный блок поставлен при строительстве. После этого выяснялись, сделали какие-то ремонты, но ремонты ничего не дали. Из-за строительного брака угарный газ с четырех нижних этажей скапливается именно в этой квартире. Косметические ремонты, проведенные с ЖЭУ еще в 90-х, нужного эффекта не дали. Жильцы обратились в суд. Дом собственность муниципальная, а значит ответственность несет администрация областного центра. Тогда и были проложены новые металлические трубы. Однако независимая экспертиза показала – лучше не стало. В Санкт-Петербурге по замерам выяснилось, что у нас угарный газ превышает 8,3 раза по ДК, а по яксида азота – в 6,3. В общем, ничего вообще еще хуже сделали. После этого было вынесено решение, что к администрации города возложить обязанность на ремонт вентканалов в нашей квартире. На исполнение решения суда женщины ждут 14 лет. Это при том, что за каждые три года просрочки по исполнительному листу должно заводиться одно уголовное дело. Администрация Рязани же предпочитает отмалчиваться. Не удалось получить официальный комментарий и нам. За все годы борьбы с бюрократической машиной в квартире скопилось несколько томов переписки. И такой же список хронических заболеваний. Сегодня врачи стараются не засиживаться в квартире. Устали лечить, рассказывают женщины. Вот так и живем. Как? Никто не хочет ничего делать. Вот так. Они ничего вообще не собираются делать. Они вот приходят и говорят, что все хорошо, идите, все за этим, за актом, и вам этот огургаз вам подключить. При том, что просто пользоваться плитой здесь небезопасно. Сотрудники МЧС не раз предупреждали держать окна открытыми. Бороться с врагом на своей территории сложнее и затратнее. В данном случае для здоровья. Поэтому жильцы этой квартиры свободное время стараются проводить на улице. Так, рязанцы освобождают голову от угарного газа, чтобы с ясным сознанием принять решение, куда писать очередную просьбу о помощи. Елена Макарова, Сергей Грамотиев, Вести Рязань. А на третьих бутырках стоит новостройка, в которой проживают не только люди. Соседствовать приходится с вездесущей плесенью. Ошибка застройщика обернулась для людей настоящим бедствием. О том, что с этой квартирой что-то не так, поняла с самого начала, уверяет Ольга Хаматулина. Черная плесень атаковала сначала лоджию, затем комнаты. На самих оконных стеклах, например, на лоджии, плесень на стеклах, даже не на переплетах, а на стеклах, постоянно появляется. Несмотря на то, что, например, осень сейчас очень сухая, очень теплая. То есть, с кухней у нас все открыто, воздух легкий, не так, как зимой. Как выяснилось в ходе многочисленных экспертиз, жилой объект построен с нарушениями, в частности, при прокладке трубопровода и оснащении вентиляции. Иными словами, дом не дышит. В подъезде стоит затхлый запах. В подвале 20 сантиметров воды, потому и плесень. Еще и не работает у нас вентиляция. Если мы готовим, мы включаем. У нас есть система вентиляционная своя установлена. Заставляем мы работать эту вентиляцию. Но нужно обязательно открывать балконную дверь и открывать широко все стекла на лоджии. Начавшиеся у домочадцев проблемы со здоровьем стали последней каплей. У детей обострились кожные заболевания, открылась аллергия. У супруга не прекращается кашель. Домой прихожу, ночью остановиться не могу. Супруга меня ругает. Ты давай, иди на кухню спать. Я не пойму, в чем дело. Уже несколько месяцев так вот продолжается. Вот сейчас тоже не кашляю. Лягу спать, через пять минут начну кашлять. Миллиарды спор в сутки. Такова скорость распространения плесени, утверждают биологи. А затем человек вдыхает патогенный грибок. Оседая в организме, плесень становится причиной астмы, пневмонии, кожных высыпаний, расстройства желудка, головных болей и даже кровотечений. Плесневые грибы образуют огромное количество спор. И мы вдыхаем эти споры. Кроме того, они могут содержать и вырабатывать некоторые токсические вещества, которые для нашего организма тоже считаются достаточно ядовитыми. Поэтому действительно с этими грибами, если они появились на стенах домов, особенно в ванной, где повышенная влажность, необходимо бороться. Хозяйка квартиры утверждает, возводил новостройку строительный союз «Светлый». В компании официально комментировать ситуацию отказались. Заявили, что застройщиком являлся приборный завод. Константин Майбаум, представитель «Светлого», действительно когда-то руководил подрядными работами. Но организация «Подрядчик» никакого отношения к строительному союзу не имела. Я был когда-то очень давно, лет 7 назад, директором, я лично, Майбан, Константин Гвардорович, директором одной из подрядных организаций, которая была застройщиком этого дома. Не застройщиком, а генеральным подрядчиком. Застройщиком был приборный завод. Приборный завод сделал за собственные средства проект на собственные деньги. И по этому проекту мы осуществляли строительство дома. На приборном заводе не отрицают, о нарушениях знают. Однако комментировать ситуацию не спешат. В ход идет бюрократическая проволочка. «Я без разговора с нашим руководством никаких комментариев не даю». Эксплуатационная гарантия на новостройку истекает в декабре текущего года. Становится ясно, почему Хаматулиных гоняют из одного кабинета в другой, не желая признавать ответственности за нарушения. Застройщик и подрядчик просто тянут время. Однако юристы заявляют, если к отстаиванию собственных интересов подойти вдумчиво, то ответить застройщику в конечном итоге придется. «При обращении в суд вы освобождены от уплаты государственной пошлины. Это норма статьи 17 Закона защиты прав потребителей. Кроме требований о возмещении убытков, причиненных вам в результате строительства такой квартиры с существенным недостатком, вы вправе требовать компенсации морального вреда за причиненные нравственные физические страдания». Многодетная мать Ольга Хаматулина вначале едва смогла получить эту квартиру от приборного завода, на котором супруг отработал несколько десятилетий. Теперь вынуждена мириться с патогенной микрофлорой. За три года избавиться от плесени женщине так и не удалось. В этой схватке человека и микромира пока победу уверенно одерживает плесень. Такие вот они, житейские трудности и проблемы людей. Собственно, это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Увидимся в субботу на телеканале «Россия», в четверг на российском информационном канале «Россия-24». Успехов вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова